Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я увидела вот это видео. Ой, лицо сейчас в моде. Baby Face остался в 2020 году. Колхозно, колхозно. И поняла, что мой типаж это теперь совершенный колхоз. И с этим надо что-то делать. Поэтому сегодня буду становиться нормальной, а не этот колхоз из 2020 года. Трэш! С 2020 года пошла популяризация Baby Face, эпоха Селена Гомес. Но сейчас это уже осталось позади. Это прошлый век, и сейчас это не актуально. Если честно, я такого не ожидала. Потому что ладно, тренды на одежду, макияж, обувь, окрашивание и т.п. и т.д. Но чтобы тренды на лицо... Посмотрите на модели. У большинства плоские лица, высокие скулы и никаких щечек яблочек. Такая внешность выглядит стильно, дорого, как модели и в Сен-Лоран. В общем, считаю, что всех тех, кто не хочет в 2024 году быть колхозным лицом, нужно просветить. Поэтому сегодня мы с вами будем максимально трендово краситься, максимально трендово одеваться. Ну все, я надеюсь, что ни один ксимптомов больше не скажет, что у меня лицо колхозное. Потому что какие-то люди из интернета, безусловно, должны своим негативом управлять нашим выбором вопрос нашей собственной внешности. Во как загнуло. Если у вас очень четкие углы нижней трети, очень острые подбородки, которые вбок льют, то вверх, то вниз, то живут вообще своей жизнью, то это выглядит тоже уже не круто. Ладно. Перед тем, как я буду делать переуплощение в нормального человека, я хочу немного пожаловаться. В какой-то момент я заметила, что очень многие люди начали мне писать о том, что у меня колхозное лицо. И я такая думала... Да, в принципе, я ничего не думала, я была скорее просто удивлена, потому что я много дичей в свой адрес слышу, но чтоб колхозное лицо... Типа, что это вообще за фраза такая? При чем тут вообще колхоз? Благодаря колхозу мы едим еду. Что плохого в колхозе? Никогда не понимала это сравнение, но ладно, это опустим. В общем, когда я впервые столкнулась с этой сранью, я подумала, откуда, в общем-то, эта срань родом. Теперь все понятно. Этот тренд мега масштабный тренд среди косметологов. Посмотрите на своего косметолога. Если он вам приятен визуально, то вы можете ему доверять. Ладно, познали, становиться нормальным человеком. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. Но для того, чтобы сделать идеальный тон, для начала нам нужно сделать идеальный эффект гламурного лица. Поэтому в самом начале я буду использовать вот такую вот базу с огромным количеством сияшечных частиц. Я надеюсь, все понимают, что это враговный сарказм. Далее я беру следующий тональный продукт от Dior. Этот тональный крем на мне очень сильно желтит и супер-мега быстро окисляется. И это, в общем-то, то, что нам нужно. Богатство. Я его не люблю, и на мне он желтит. Однако, почему-то окисление считывается как эффект дорого и элитно-пафосно-богато, поэтому нам это подходит для данного перевоплощения. Тон нанесла. В целом, на самом деле, тон выглядит так, как будто я еду на Патрике раздавать интервью о том, сколько стоит моя одежда. Сколько зарабатываете? Может сложиться ощущение, что я негативлю на Патрике, но нет. Я там сама регулярно обитаю, и все, что я говорю в этом видео, нужно фильтровать через сарказм-сито. Колхозно. Вообще, я считаю, реально простое и понятное. Единственное, что должна делать любая дама, это выглядит так, как она сама хочет выглядеть. А не так, как ей внушают под предлогом того, что если у тебя вот такое лицо, то ты теперь априори колхоз. Трэш. Ну что, дорогие друзья, уже успели обновить свой гардероб на осень? Если у вас, как у меня, нет особо времени и желаний, настроений ходить по куче магазинов, искать себе пальто или какие-нибудь сапоги, то я рекомендую вам очень удобную категорию, которая называется фэшн на Азон. Тут вас ждет большой выбор товаров на любой вкус и цвет по очень приятным ценам. И самое главное, больше вообще никуда не нужно ходить особенно далеко. Потому что ваш заказ приедет или в пункт выдачи, или же курьер принесет вам его домой. Ну или куда вы там сами пожелаете. Если что, возврат бесплатный, а оплатить покупку уже можно после ее примерки. Смотрите, что я себе присмотрела. Вот такую вот куртку от Зарины. Ее я буду носить, когда уже совсем похолодает. Потом у меня здесь кожаный рюкзачок, кошинель. Потому что с сумкой в мороз особо не походишь, это очевидно. Приходится как бы адаптироваться. Ну и, конечно же, обувь. Тут я выбрала себе Пьер Карден. Тут просто какой-то невероятный выбор дизайнов и брендов на любой сезон года. Я думаю, что где на Теозон вы и так знаете. А ссылочку по традиции я оставляю вам в описании. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. Теперь делаю контринг. Я буду использовать такой вот кремовый и вот отсюда добавлю сухой. Я отлично показываю некоторые продукты косметики. Я это понимаю. В этом моя задумка, в этом мой план. За мой капреференс я возьму вот это. Вот фотографию от модели Yves Saint Laurent. Как модели Yves Saint Laurent. Если мы с вами посмотрим на модели Yves Saint Laurent... Обычно девушек сравнивают с моделью Yves Saint Laurent, и, короче, я не очень понимаю этот тренд, но допустим... Что, Дэвид, решил не сидеть со мной? Да. Трэш. Испугался видео, получается. А Дэвид такой... Ну, как у тебя тут уютненько посижу на заднем фоне, а стоило камеру включить, сразу ушел. Ох, что эти мужчины вообще не разбираются. На самом деле визажисты для них очень интересно наносят контринг в зоне скул. Обычно я делаю это вообще по-другому, потому что придерживаюсь концепта доуин стиля. Конечно, никаких кукольных носов тут даже и в теории быть не может. Только вытянутые, только скулы, только высокие, только щечные впадины. Еще я заметила, что практически у всех на фотографиях эффект квадратного лба. Даже если посмотреть на вот эту вот фотографию с данной девушкой, прям видно, какое большое количество ей нанесли на всю зону лба. Причем максимально сделали его, насколько это возможно, квадратным. Теперь затемняем подбородок, чтобы убрать еще вот этот треугольный колхозный угол. Острый подбородок выглядит как нос корабля. Очень острые подбородки, которые в бок льют, то вверх, то вниз, то живут вообще своей жизнью, то это выглядит тоже уже не круто. В общем, если упростить, я делаю классический контринг по заветам визажистов. Ничего нового. Ну, а теперь дублирую все это сухим контрингом, чтобы он был еще более выразительным. Все то же самое рисую ровно для того, чтобы максимально добиться эффекта худого, структурного модельного лица. Интересно, если бы я продолжила выглядеть так же, как выглядела 10 лет назад, моя внешность бы сейчас считалась эталон-идеалом. Трэш, разница между мной и этой фоткой 10 лет. Не то, чтобы я хотела быть эталон-идеалом такого стиля, потому что он мне не близок, но, допустим, это вопрос риторического характера. Калхозно. Сейчас я покажу вам реальный способ, как подчеркнуть линию скул, не используя при этом контринг. Точнее, используя, но как это сделать прям реально так, чтобы ваши скулы или щечные впадины казались невероятно крутыми. Короче, нам нужен консилер. Не супер-мега-белый, а что-то вроде из серии, как ваш, по тон вашей коже. И мы наносим его вот сюда, вот таким образом. То есть, короче говоря, здесь у нас с вами контринг-контринг. Сюда наносится консилер и растушевывается. И вот таким вот образом на контрасте между контрингом и консилером у вас получается та самая щечная впадина, как у всех самых популярных моделей. Сравните разницу. Сюда тоже наношу, чтобы сделать мой немодный треугольный подбородок более квадратным. Вот так вот живешь со своим треугольным подбородком, никого не трогаешь, радуешься жизни, все тебе нравится, а потом оказывается, что тебя начинает масло писать, что ты колхозница. Трэш. Колхозно. Глаза, я смотрю, у всех достаточно глубоко посаженные, поэтому все это затемняем. И нос максимально прямой, но не маленький. Прям контурингом я и обвожу мой глаз, отвожу все так виску. Здесь, конечно, должно быть 100-500 миллионов тысяч часов полевных отзывов к этому контурингу. Точнее, к этим теням, которые я использую как контуринг. Но в ситуации, когда ты нашел идеальный цвет, и теперь ты пихаешь его везде. Нижние века мы тоже подчеркиваем тем же самым контурингом. Я надеюсь, все понимают, что это верховный сарказм. Несходя из того, что я изучила по фотографиям модельных референсов, я поняла, что их визажисты работают над загрубением черт лица, а я обычно предпочитаю работать над, наоборот, смягчением. Фиксирую все это пудрой, тоже с легким шиммером, чтобы никогда вот эта вот блестяшечность не делась. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. Ну что, переходим к бровям. Я буду использовать вот такой вот карандаш, самый обычный с тонким грифелем, и вот такой вот маркер для бровей. Кстати, удивительно, что мода на брови как будто бы особо не меняется уже миллион лет. И хоть эстетики а-ля Сирена пытаются вернуть в тренды тонкие брови, но я, тем не менее, не наблюдаю, чтобы все прям ломанулись выщипывать брови в нитке, как это было году в десятом. Когда найти человека без тонких бровей, было на самом деле сложно. Кстати, а какие у вас брови, широкие или тонкие? Теперь все это добро зачесывается. Что-то зачесываем вверх, что-то зачесываем вниз. В общем, зачесываем добро. Мне пипец, как непривычно себя вот так видеть. Я даже не знаю. Мне кажется, я от кринжа сегодня умру, когда пойду так гулять. Хотя, казалось бы, ну, вроде обычный макияж, но в плане ничего такого здесь сверхъестественного нет. Но вы бы знали, насколько мне даже сейчас непривычно себя в камеру смотреть. Мне кажется, это вообще другой человек. И у меня такой эффект зловещей долины. Калхозно. Я надеюсь, все понимают, что это верховный сарказм. Здесь написано hello, я изучаю. Переходим к теням. На самом деле здесь достаточно просто. Я опять-таки беру свой контринг, наношу еще вот сюда вот побольше, чтобы у нас верхнее веко было еще более впалым, томным. Ну и, короче говоря, вот это вот все. И оттушевываю к вискам. Можно даже прямо на самовелку здесь зайти. Это все будет очень даже все равно в тему. Туда же дублируем нижнее веко. То же самое. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. Конечно же, куда же без хайлайтера. Поэтому хайлайтер обязательно. И наносим его прям плотно-плотно-плотно-плотно-плотно. Теперь другой текстуры хайлайтер я использую себе на скулу. Не скажу, что я фанат этого хайлайтера. Я много раз говорила о нем плохо. Но мне кажется, для этого макияжа действительно идеальна. Поэтому то, что он мне не нравится, это значит только то, что он мне не подходит под мои запросы. А я думаю, что как раз-таки популярность этого хайлайтера Dior, на который я очень много раз говорила, что не понимаю, за что такие деньги. И что он абсолютно, ну, на мой вкус бесполезный. Теперь как будто бы все обретает смысл. А что это значит? А это значит, что на каждый товар есть свой покупатель. Я надеюсь, все понимают, что это верховный сарказм. Все, с яшечек добавили. Теперь самое важное, это сделать ресницы. Причем ресницы должны быть огромные. Тут, конечно, все зависит от ваших ресниц и от туши. При реснице это прямо очень важно. Причем нужно сделать именно эффект лисего взгляда. По возможности, чтобы реснички были зачесаны на одну сторону. Вот я сижу их и зачесываю сейчас. У меня, конечно, тушь просто, ну, вы видели, что я сейчас сама накрасила. Но эффект она дает вот такой вот. Это просто самые длинные ресницы в моей жизни, которые я когда-либо вообще делала. А я делала много всего. И кто давно смотрит мой канал, знает, что у меня очень отстойные нижние ресницы. Но просто посмотрите, что вот эта тушь с ними делает. Просто для сравнения, обычно мои ресницы выглядят вот так, нижние. Сейчас они выглядят вот так. Только будет артикл, и я вам, конечно же, сообщу. Но пока этого артикла нет, и, честно говоря, непонятно, когда этот артикл появится. В тот самый случай, когда девочка ищет идеальную тушь, женщина ее создает. Калхозно. Вот это я называю то, что я искала всю свою жизнь, не нашла. Но нашла. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. Очередь румян. С румянами все просто. Их кладем под хайлайтер. И немного вот сюда вот на яблочке щечек. Кстати говоря, эффект вот такого нанесения румяна мне даже нравится. Хотя в целом мне все еще ужасно непривычно себя видеть. Все, что меня радует, это мои ресницы. Вот представляете, в один день зайдете на мой канал, и будет здесь супер мягогламурная дива. Сидящая в гламурных одеяниях, в гламурном золотом пафосном фоне. И что тогда вы мне скажете? Что раньше было лучше? Ладно, я сарказмирую. А хотя кто знает, знаете, вот я сейчас погуляю вот в таком вот виде, мне понравится. И что дальше делать будем? Проблема. Это знаете, когда у тебя настолько просто фантазия расходится, что ты находишь проблемы абсолютно там, где их нет и быть не может. Они вообще не существующие, но ты уже видишь в этом проблему и ищешь ее решение. Я надеюсь, все понимают, что это верховный сарказм. Все, это нам больше не понадобится. О, господи, боже мой. Ладно, это просто не мое. Ну, допустим. Но удивление из того, что в этом макияже все считается трендовым, это веснушки. Я надеюсь, что все понимают, что это не иронично. А теперь, конечно же, губы. Так, ну развея сделаем губы больше, выше. Заходим за контур. И теперь наношу зеркальный блеск. Никакой растушевки за контур губ. Только так. Я надеюсь, все понимают, что это верховный сарказм. Вы знаете, мне просто нечего сказать, кроме слов. Делаем укладку. Ну все, я надеюсь, что ни один симптом вообще не скажет, что у меня лицо колхозное с этим вашим вот треугольным подбородком, бабе-фейсом. Возможно, я просто уже к себе привыкла, пока я красилась, но как будто бы это на самом деле не так уж и плохо, как могло показаться на первый взгляд. Какое лицо модно в 2024 году. Короче, это красиво, это красиво, и это красиво, и это тоже красиво. Как это, это, и это. Главное, чтобы вам было красиво. Остальные пошли. Все начиналось, как обычная проверка всякой ерундой с Вайлберрис и других маркетплейсов. Но по ходу съемки этого видео у меня больше нет вопросов, почему по ходу в салоны красоты часто оборачиваются этим. Я не знала, что все настолько плохо. О боже, что это? Как это вообще? Плесень, грязь, просрочка. Все это приехало мне в этих коробках. Меня зовут Ава Мелисса, и я заказала три набора визажиста, чтобы их проверить.